Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24 с главными событиями. К этому часу познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. Подготовка к празднованию 85-летия Алтайского края на завершающей стадии. Об этом представители Оргкомитета отчитались на заседании в правительстве региона. Как пройдет праздник, расскажем далее. Новую школу построят в селе Шарчино Тюменцевского района. В ней будут обучаться дети из трех населенных пунктов. Старое обрядчество исповедует жительница села Нижнекаменка Мина Карабанова. О ее непростой судьбе в нашем выпуске. Подготовка к празднованию 85-летия Алтайского края завершается в регионе. Об этом представители Организационного комитета отчитались губернатору Виктору Томенко на заседании в правительстве региона. Основные события пройдут 28 сентября. Это день образования Алтайского края. Однако празднования начнутся уже летом и продлятся до середины осени. В конце августа в Барнауле пройдет первый семейный фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья». Он направлен на поддержку местных производителей. Организаторы решили отойти от традиционного ярмарочного представления товаров к формату фестиваля. Местом проведения выбрали парк «Изумрудный». Это знакомство гостей с алтайскими производителями. Будет как в отдельных местах, так и на главной сцене производиться. Это будут беседы, организованные диетологами и специалистами по здоровому питанию для гостей фестиваля. Это презентация предприятий, их демонстрация возможностей с точки зрения трудоустройства. Обширную программу также готовят и учреждения культуры региона. С 11 по 13 октября в Москве пройдут Дни культуры Алтайского края на пяти площадках. Главной станет концертная программа в Международном доме музыки, на которую пригласят почетных гостей. Эта программа посвящена сразу двум направлениям, двум темам. Нашей юбилейной дате и юбилейной дате одного из величайших музыкантов современности, не только России, Эдуард Николаевич Артемьев, с которым Алтайский край работал, который писал специальные симфонические сюиты, посвященные в том числе Алтайскому краю. Центральным событием в столице региона станет концертная программа «Алтайский край. Энергия мечты» в театре драмы. В это же время в фойе будут работать две выставки – «Алтай. Традиция. Время» Краеведческого музея и книжная выставка из фондов библиотеки имени Шишкова. На площадке возле театра пройдет выставка-ярмарка «Алтай. Мастеровой» от города мастеров. Барнаульские единороссы отправили на Донбасс очередной гуманитарный груз. Всего собрали 19,5 тонн круп – это гречка, рис и горох. Напомню, в апреле из краевой столицы уже отправили почти 33 тонны продуктов питания, а также порядка 30 тысяч упаковок семян. «Этот груз не первый. С начала операции наши однопартийцы отправили десятки тонн груза на Донбасс. И сегодня это очередной груз, который идет в поддержку жителей Донбасса». В отправке приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк, депутаты фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме. Губернатор сообщил, что Алтайский край взял шефство над славяно-сербским районом Луганской Народной Республики. Делегация руководителей уже побывала там. Намечены планы по восстановлению инфраструктуры, жилья и социальных объектов. В Барнауле по инициативе жителей благоустраивают территорию детского сада номер 177. В планах положить новый асфальт и провести освещение. Сейчас рабочие установили бордюрный камень и отсыпали территорию гравия. Общая стоимость благоустройства почти 2 миллиона рублей. Детский сад участвует в проекте инициативного бюджетирования. Часть средств, не менее 5%, должны внести неравнодушные жители. Инициативная группа родителей собрала пакет документов необходимый, выступила с инициаторами проекта, обратились в администрацию центрального района. Наш проект поддержали и профинансировали, чему мы очень рады. Напомню, в этом году в рамках городской программы в Барнауле будет реализовано 22 проекта. Среди них обустройство аллеи по улице Георгия Исакова, в районе главных часов Ленинского района благоустройство детской площадки в микрорайоне Затон и другие. В сентябре прошлого года по решению депутатов Барнаульской думы было выделено порядка 20 миллионов рублей на те проекты, которые реализуются в городе Барнауле. В связи с новыми экономическими ситуациями программа эта расширилась до 38 миллионов. Я считаю, что это очень важное начинание и то, что оно подвижено на уровне правительства Российской Федерации, это большой плюс. Новую школу построят в селе Шарчино Тюменцевского района. В ней будут обучаться дети из трех населенных пунктов. Занятия начнутся в 2023 году, а пока здание строится. На каком этапе работы узнали мои коллеги. В семье Юлии Замехевской трое сыновей. Старшие двое – школьники. Обучаются в Шарчинской среднеобщеобразовательной школе. Юля там же работает учителем математики. Пока занятия проходят в старом здании. С 2023 года дети начнут учиться в новой школе. Нашим ребятишкам станет намного интереснее учиться в новой школе. Им будет все в новинку. Новые стены, новые парты, новое оборудование, новое столовое. Комфорт и уют. Естественно, новые технологии появятся. Новое компьютерное оборудование, новые медиатехнологии. Старому зданию больше 90 лет. Оно признано аварийным. Учебный год школьники начнут в нем. А спустя полгода переедут в новую школу. Школа состоит из отдельных блоков разного года строительства. Ну, все находится в таком достаточно, я бы не сказал, плачевном, а изношенном состоянии. Около 150 детей из трех населенных пунктов будут обучаться в новой школе. Ее возведут за счет краевого бюджета. В связи с ростом цен сумма проекта выросла с 280 до 360 миллионов рублей. Выполняется устройство стропильной кровли. Выполнены сети канализации. Приступили к устройству сетей водопровода. Модульную котельную на твердом топливе. Выполнены также устройства пожарных резервуаров. Еще на территории школы построят гараж для транспорта и спортивную площадку. А это значит, что дети будут получать полноценное образование в комфортном месте. Дарья Кончина, Илья Алексеев. Новости. Уход за сквером на пересечении Барнаульских улиц Сергея Ускова и Взлетной усилят. Такое решение приняли на выездном совещании. В нем участвовали представители Дорожного комитета города, администрации района и подрядные организации. Напомню, сквер благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда» после победы в общественном голосовании. Однако в прошлом году жильцы жаловались на засохшие деревья. Тогда в комитете по благоустройству объяснили желтую листву тем, что саженцы не пережили холода. Теперь по итогам голосования организации благоустройства и озеленения дано поручение увеличить полив и чаще косить траву. Сухие деревья подрядчик заменит осенью. Российскому пожарному обществу сегодня исполнилось 130 лет. Торжественные мероприятия проходят по всей стране, в том числе и в Алтайском крае. Добровольное общество пожарных появилось в России 15 июня 1892 года. Привлекаемое население призвано помочь профессионалам в борьбе с огнем. Сейчас больше 6 тысяч человек осуществляют пожарную охрану свыше 300 населенных пунктов региона. Филиалы краевой организации работают в 9 городах и районах края. Алтайское краевое отделение ВДПО занимается выполнением всех видов противопожарных работ. Мы занимаемся огнезащитой, монтируем пожарную сигнализацию, занимаемся обслуживанием пожарной сигнализации, занимаемся обучением населения мерам пожарной безопасности. Выездное заседание общественного совета при главном управлении МЧС прошло в Белокурихе. Глава города Константин Базаров и сотрудники управления осмотрели подразделения и оценили их готовность к проведению спасательных операций на туристических объектах. Члены совета обсудили обеспечение безопасности отдыхающих в курортных зонах региона с привлечением специалистов других служб. Кроме того, начальник регионального управления МЧС Александр Макаров наградил участников спасательной операции на канатной дороге в Белокурихе. Но самое главное, что хочу сказать, что у нас в этой спасательной операции приняли участие добровольцы, те, кто откликнулся по зову сердца и понимали, что беда это не бывает чужой бедой, беда она общая. Поэтому с вашего позволения хотим отметить ваш значительный вклад в стоящее спасение и жизни, и здоровье граждан, которые оказались в этой тяжелой ситуации. Напомню, 1 июня упавшая на опору ветка остановила канатную дорогу в Белокурихе. В этот момент на ней находился 21 человек. Кроме того, 22 человека не смогли самостоятельно спуститься с горы Церковка. В спасательной операции были задействованы работники горнолыжного комплекса «Благодать», сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда МЧС по Алтайскому краю, а также бийские спасатели. Никто из отдыхающих не пострадал. Старообрядчество исповедует жительница села Нижнекаменка Мина Карабанова. Она родилась в верующей семье, однако пришла к духовности сама спустя несколько десятилетий. Со староверкой познакомилась Анастасия Меньшакова. Родители были в горах, там под Белухой жили. Там нашли друг друга, женились. Он был старообрядец, она старообрядка, мама старообрядка. Ну вот женились, и мы 13 старообрядцев выродили нас. Мина Фатеевна – младший ребёнок в семье старообрядцев Поповых. Её детство прошло в селе Карагай, куда родители переехали, когда появились совхозы. Сейчас Мине 79 лет, но она отчётливо помнит раннее детство. Просыпалась в 6 часов утра, кормила домашнюю птицу. Когда подросла, помогала работать в семье в моральнике. Не забывала и молитвы, хотя пришла к духовности гораздо позже. Раньше ведь это прикрывалось всё. Если где-то на Пасху молились, так закрывали окна, закрывали двери, чтобы никто не донёс. А как вот, можно в стихах сказать, как мы росли. Мы выросли все, спасибо родителям нашим, не спали они ночами. А старшие дети уже подрастали и брали на плечи свои половины их тяжести. Никто не стонал, а все вместе впрягались и лямку тянули одну. Вспомните, братья и сёстры мои, как дома нам было тепло. Но разошлись мы по разным дорогам, насажали веточки свои. В годы Великой Отечественной войны отец семейства Фатей Петрович ушёл на фронт. Он не знал, что супруга беременна Миной, их восьмым ребёнком. Вера, считает женщина, помогла ему вернуться домой из суровых сражений под Ленинградом. Он зашёл, когда пошёл на фронт, зашёл в церковь и поставил светочку Богородице и не святителю хестов Николы и говорит, оставь меня для детей, пусть руку отломит и ногу. Ну, руку левую у него на хрящах была, отломила и ногу не знаю какую. Ну и его сестра, медсестра вынесла. Когда он очнулся, встал, весь полк лежал на земле. Но дух, как раз я рожалась, но дух матери моей и крик младенца осветил путь ему домой. Встал он раненый и больной, пошёл вперёд. Как раз я родилась и получили похорону. В этот же день? В этот же день прямо. Тётка Пава не дала маме её, потому что я восьмая родилась, а Надя ещё не ходила. И они скрывали всем селом. И потом через шесть месяцев он прислал письмо из Красноярска, что он лежит в больнице. Ну и вот таким образом он вернулся. Мина Фатеевна окончила бийский техникум. Работала на химических заводах городов Шевченко и Томска. Родила дочь. Когда вышла на пенсию, вернулась к истокам. Заинтересовалась, что такое душа. Купила дом в селе Нижнекаменка Алтайского района. Обратилась к вере. Пришла к местным староверам. Освоила старославянскую грамоту. Изучила житие святых. Пришёл в видение старец и принёс мне книги. И Псалтырь вот так открыл. И говорит, религия духа. Ну, а я не поняла. Потом уже расшифровала. То есть дух, что в нас сейчас живёт, он питается вот этим святым писанием. Вот. И через год пришёл мне Псалтырь на самом деле. Ему, наверное, лет 400 уже. Это до Никоновских времён. Один дедушка там жил в Коксе. Не в Коксе, а на речке в Карагае. И он принёс его маме и говорит, никому не отдавай, только своим ребятишкам. И вот через год он пришёл ко мне после... В 98-м году пришёл. Староверка уже 30 лет живёт в селе Нижнекаменка. Каждое утро встаёт с первыми лучами солнца и молится за близких. С годами родовое древо поповых сильно разрослось. Появились 32 внука, 113 правнуков и 37 праправнуков. Меня спрашивают женщины, как вы относитесь к другой конфессии? Я говорю, с завистью. А почему вы же старообрядка? Я говорю, кришнаиты ещё маленькие. Они пришли, попели Кришна, Кришна, Кришна. Им хорошо, они мне не мешают. Буддисты могут сидеть на пеньке, как Будда 16 лет сидел, на пеньке чашечку плова съесть, риса, и всё. Нашего русского мужика, если он ему спину заклинет, он ляжет на кровать, он больше пяти не пролежит, он на коленках дополёт. Поэтому пришёл Иисус Христос и говорит, своими руками и ногами. Ногами на земле работайте, а руками молитесь и соединяйте в себе два мира. Я делаю всё с радостью. По инерции жить нельзя. Радость должна мне присутствовать всегда. Радость, любовь всё делают. Любовь – высшая точка бытия. Без любви нет радости. Это и есть сама жизнь вечная, и бесконечная. Вот, я нашла свою радость. Вот сейчас, как я живу. Мина Фатеевна шьёт для племянников старообрядческие сарафаны и рубахи. В дарах природы, камнях и деревьях. Видит образы и украшает ими дом. Считает, что нужно каждую минуту проживать с пользой для этого мира. Анастасия Меншакова, Сергей Балуев. Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы «Москва-Барнаул-Москва». Теперь, благодаря этому маршруту, помимо аэропортов Домодедово и Внуково, можно прибыть и в Шереметьево. Самолёты «Боинг-737-800» по маршруту вылетают ежедневно. Из Москвы в 0 часов 35 минут, прилёт в «Барнаул» в 8 часов 45 минут. Рейс из «Барнаула» отправляется в 9.55, в Москве самолёт приземлится в 10.25. В Международном аэропорту имени Германа Титова сообщают, что эти маршруты особенно востребованы. Загрузка на прилёт и вылет – 90%. В прошлом году «Аэрофлот» вошёл в тройку самых пунктуальных компаний, занимающихся воздушными перевозками в мире. Это одна из старейших отечественных компаний. В следующем году организация отмечает вековой юбилей. «Аэрофлот» принимает участие в госпрограммах субсидирования перевозок. А также реализует программу тарифов с фиксированными ценами на рейсах в городах Дальнего Востока, Калининграде и Симферополе. Купить билет на любой рейс можно на официальном сайте аэрофлот.ру или в авиакассах Барнаула и Алтайского края. По интересующим вопросам всех желающих консультируют по номеру, который вы видите на экране. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru. Не переключайтесь.